Здравствуйте, меня зовут Олег Маргунов и сегодня у нас гость студии. Это в какой-то степени мой коллега, в большой степени и главным образом все-таки секретарь общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. Валерий Александрович, здравствуйте. Буквально завтра вам предстоит быть модератором итоговой стратегической сессии, такое, можно сказать, ноу-хаус Самарской области, как мы во всяком случае считаем, будет создаваться единый документ, единый план развития на 12 лет региона. Вот, в принципе, насколько, на ваш взгляд, реализуемой вообще выглядит вот эта достаточно амбициозная задача на 12 лет составить план развития региона, при том, что, конечно же, постоянно меняется ситуация экономическая, политическая. Насколько это реализуемо? Она всегда меняется, ситуация. Сейчас меняется, 10 лет назад менялась, 50 лет назад менялась. Лучше план плохой, чем никакого. План нужен всегда. И, тем более, можно только приветствовать, что здесь, в вашей области, создается план долгосрочно 12 лет. Это очень важно. Не надо бояться составлять планы. Это первое. Второе. Ясно же, что это не догма. И, конечно, он будет корректироваться. Так, план это ведь есть не только, мы привыкли, что в советской экономике и в Советском Союзе были планы. Это не так. Планы есть всегда и везде. И даже в США, в либеральной экономике есть планы. А Франция развивалась после войны по своим 5-6-летним планам. Сейчас не вспомню. У Китая есть свои 5-летние планы. Так что планы необходимы. И то, что и власти области, и эксперты, и общественность захотели и позволили себе создать такой план, можно только приветствовать. Но одно дело планирование по отраслям. Мы понимаем, что сельское хозяйство было. Это все уже знакомо. Это все привычно. А здесь попытка это все как-то в единую систему увязать. Вот как вам кажется, это получится? Ну, тоже с той же оперой. Просто за последние лет 20-25 мы немножко забыли, что план надо увязывать. И естественно, вот это тоже идея абсолютно естественная, что надо увязывать планы. Этого не было в прошлом, в недавнем прошлом. Надо уходить от этого. Вот сейчас президент выступил со своими предложениями по пенсионной реформе. Ведь президент выступил с идеями увязки проблемы пенсии с демографической политикой, с аграриями, с малыми народами севера и так далее. Вот он показал пример, как надо увязывать сложнейшую реформу с деятельностью в других областях жизни. И здесь так же. Это норма, а не исключение. Ну, вот особая такая особенность нашего подхода, как мы считаем, в Самарской области, это то, что в создании стратегии непосредственное участие стали принимать именно общественники. Слушают граждан, потом уже пытаются понять, что делать. Но вот, как правило, все планы создают специалисты. Но это нормально, потому что люди разбираются в вопросе. А тут, извините, специалистов поставили уже, скажем так, в зависимое положение. На ваш взгляд, не получим ли мы в итоге, ну, вместо действующего механизма, некий, ну, список пожеланий граждан? Да, вот люди хотят этого, мы это сделаем. А будет ли это работать в итоге? Вот в чем проблема. Ведь все-таки общественники, это, может быть, не все, но дилетанты во многом. Это вопрос такой сложный и очень глубокий. Во-первых, список пожеланий граждан, это ведь тоже хорошо. Безусловно. И если политика экономическая, социальная перпендикулярна пожеланиям граждан, это как раз неэффективно и непродуктивно. Это первое. Во-вторых, граждане, они ведь тоже специалисты. Кто-то в своей области, в разных областях. Если мы спрашиваем мнение таких граждан, как, например, учителя-педагоги, относительно того, как развивать образование, мне кажется, это нормально. Они все являются экспертами в этой области. Более того, профессиональные эксперты, специалисты, они иногда, а может быть, даже и часто, отходят от земли, от понимания того, что там на самом деле происходит. Какие на самом деле процессы происходят на земле. Вот пример. Мы в общественной палате обсуждали на прошлой неделе стратегию пространственного развития России. Причем обсуждения прошли и в региональных палатах, и сейчас в общественной палате России. Эта стратегия предъявлена специалистами, министерством экономического развития. Она еще не утверждена, будет передаваться в правительство. На обсуждении в общественной палате эта стратегия была разгромлена. В общественной палате разгромлена. Пришлось констатировать, что вот этот документ не является стратегией. Там ведь в общественной палате тоже специалисты были, и академики, и руководители институтов. Очень серьезные люди. И в том числе представители с мест, руководители региональных общественных палат. Они ведь тоже, знаете, умом не бедны. Это все серьезные люди. И вот мы увидели, как действует на этом примере, как происходит взаимодействие между обществом и специалистами, в том числе. И теми, кто разрабатывает подобные документы стратегии. Третье. Политика может быть действенной, любая, экономическая, социальная. Только тогда, когда она опирается на общество. Извините за, может быть, пафос. Когда она опирается на народ. Когда власть опирается на народ. Только тогда можно добиться результата. Я прошу прощения, но в том случае, если задача политиков все-таки поднимать уровень народа, а не какие-то индустрии. Ну, конечно. Ну, конечно. Я говорю, политика действенная не в смысле набить себе карманы, а действенная по отношению к народу. Причем, безотносительно формы правления. Это может быть монархия. Царь, монарх должен опираться на народ. При демократии тем более. А у нас система демократическая по конституции. У нас многое еще работает не так, как хотелось бы. Но у нас демократия. И, конечно, должна быть опора на народ, на людей. Масса примеров. Если вы возьмете экономику в любых странах, в разные эпохи, всегда должна быть опора. И политика должна иметь моральное, нравственное основание. Вот политика экономическая в прошлом десятилетии была эффективной. Говорят, высокие цены на нефть. Да, со середины прошлого десятилетия цены были высокие. Сначала были невысокие. 25 долларов за баррель были цены. Но экономическая политика имела ясное моральное основание. Пенсионеры не то, что нищенскую пенсию получали. Они даже не всегда ее получали вовремя. И была поставлена задача сделать все, чтобы хотя бы бедность страшную преодолеть. Вот вам моральное основание. И потом вдруг откуда-то взялся экономический рост. Он не просто откуда-то взялся. Потому что все действия властей были направлены на то, чтобы дать этот экономический рост. И дать людям возможность хоть как-то немного зажить. Ну вот смотрите. Общественная палата, вот вы хороший пример привели, завернула вот эту стратегию. Мы не можем завернуть. Не рекомендовала. Да, мы жестко высказались относительно этой стратегии. Означает ли это, что в дальнейшем в принципе будет усиливаться роль институтов гражданского общества вообще в управлении? Или сейчас это достаточная степень влияния уже? Нет. Недостаточная степень влияния. И мы сегодня КПД созданных институтов, как у паровоза. Вот скажем, есть такая система институтов, как общественные советы при министерствах и ведомствах. Есть закон об этих общественных советах. И у них огромные полномочия. Вообще-то ни одно серьезное решение, тем более касаясь социальной сферы, не может быть принято без санкции общественного совета. В каком-то смысле общественный совет сильнее самого министерства. Потому что общественный совет скажет нет, и решение не пройдет. Часто ли общественный совет, за общественные советы министерств и ведомств за прошедшие годы говорили нет? Редко, мягко говоря, редко. Почему? Потому что общественные советы до недавнего времени практически назначались министром или руководителем ведомств. Конечно, министр составлял совет из людей более или менее удобных. Не всегда, скажем, общественный совет Пинэнерго возглавляет Герман Греф. Герман Греф человек независимый. Я пару раз участвовал в заседаниях этого общественного совета. Мы приглашаем их сейчас в общественную палату, чтобы у нас на нашей площадке проводить заседание. И там серьезные дискуссии. И Герман Греф наравне ведет дискуссию с министром Новаком. Но так редко бывает. Президент Путин в прошлом году, встречаясь с нами, с общественной палатой, сказал, что у вас слабоватые общественные советы. Мы начинаем перезагрузку. А 100% членов общественных советов выбирает общественная палата. Это наш контроль, это наша ответственность. Мы проводим серьезную перезагрузку, пытаемся вдохнуть силу, энергию в эти общественные советы. Это займет сколько-то времени, немало времени. Но мы добьемся того, что общественные советы будут реально выступать со стороны людей, со стороны народа. Повестку дня задавать министерствам со стороны людей, со стороны народа. Навязывать, в конце концов, министерству или ведомству те вопросы, которые людей интересуют. В общественных советах тоже, кстати, серьезные, вполне серьезные специалисты с большим опытом. Но дело в том, что, наверное, эффективность работы общественных советов в первую очередь будет зависеть от того, насколько люди будут хотеть участвовать в их работе. У нас вообще желание людей участвовать в работе власти, оно растет. Вот институты гражданского общества, они как-то привлекают своей работой людей? Или все-таки это пока идет сверху? Есть какие-то критерии оценки активности? Я считаю, что сейчас в стране это главный процесс. Нас экономика затормозила несколько последние годы уже. В прошлом десятилетии экономический взлет был главным процессом. А сейчас главный процесс – это развитие гражданского общества. Возьмите волонтерство, добровольчество. Этот год объявлен президентом, годом волонтеров и добровольца. Их же миллионы. Другой вопрос. Никто не знает, сколько их. У нас чиновничество, государственная власть пока неадекватна тем процессам, которые происходят внизу. Никто даже не знает, сколько в стране волонтеров. Миллион, два, пять. Диапазон оценок огромен. Как им помогать? Какие институты должны им помогать? По-прежнему очень высокий барьер во многих регионах между бюрократией, чиновниками и активистами. Зачастую чиновники не доверяют активистам и не хотят работать с такими колючими, какими-то неприятными активистами гражданского общества. С другой стороны, некоторые активисты гражданского общества брезгуют работать с властью, что тоже неправильно. Потому что эффекта продуктивности можно достичь только работая вместе. Почти по всем видам деятельности. Почти везде нужны какие-то ресурсы, какие-то денежки, где-то побольше, где-то поменьше. И тем не менее, я считаю, что этот процесс сейчас главный. Вовлекаются в эту работу разного рода миллионы людей. И молодые, и то, что называется серебряное волонтерство, люди более старшего возраста. Более того, мы обсуждаем в общественной палате концепцию от общественного контроля к общественному управлению. Пример, который я привел про общественные советы, министерства, ведомства, это ведь не контроль. Я ведь не только о контроле сейчас говорю, я говорю об управлении. Если мы говорим о том, что общество может влиять на повестку дня министерства, значит, общество уже в каком-то смысле управляет этим министерством. Оно указывает приоритеты. Что важно, что менее важно, на чем сконцентрироваться. А уже на втором месте контроль, сделана ли эта работа. Здесь я полон оптимизма. И не надо рассчитывать, что какие-то грандиозные изменения произойдут очень быстро. Но они происходят. И то, о чем мы говорим, это очень глубинная жизнь общества. И она меняется, меняется вот в эту сторону. Но надо думать, что, я уверен, через 10-20 лет вообще принципиально другая картина будет. Главный фактор здесь – позиция местных властей, насколько я понимаю. Вы говорили о реакции чиновников. Там, где чиновник не хочет работать, волонтеру работать трудно. Не только волонтеру, в принципе, институтам гражданского общества. То есть, очень многое зависит именно от позиции местной власти. Мы начали разговор с вашего вопроса, а зачем, собственно, привлекать общественность для выработки плана, конкретно плана развития Самарской области на 12 лет. Ведь есть специалисты. Гораздо выше вероятность, что план будет реалистичный и сработает, если привлекаются общественники. Есть опыт нескольких регионов, где так делается. Успешные регионы. Сегодня самые успешные регионы. Тюменская область, там сильный промышленный рост. За последние годы сильная область поднялась. Белгородская область. Там всегда для решения даже самого мелкого вопроса, муниципального вопроса, всегда привлекается общественность. Местное самоуправление, ЗАГС собрания, какие-то экспертные группы, инициативные группы. Обязательно общественные палаты в этом участвуют, региональные. Обязательно, может быть, многое под эгидами общественных палат региональных проводится. Это абсолютно необходимая составная часть успеха, вовлечения в работу общественности. То есть там, где это понимают, уже есть результат на данный момент. Понятно. Вот вы в общественной палате имеете возможность собирать со всех регионов основные проблемы, основные тенденции. Что сегодня, какие проблемы можно назвать приблизительно среднеобщими по регионам? Поскольку мы-то внутри регионов думаем, что наша ситуация, она всегда уникальна. Ну как она? Страна-то более или менее однородная. И, конечно, понимаете, если говорить одним словом, это, конечно, неравенство и несправедливость. Скажу двумя словами. Неравенство и несправедливость. И люди это ощущают. Неравенство и межрегиональное неравенство. Неравенство внутри региона. Человек живет в каком-нибудь небольшом населенном пункте. И, в общем, молодой. Куда им удиваться? Карьерных перспектив мало. Какая-то траектория жизненная, однозначная. Ведь уезжают очень многие из малых населенных пунктов, большие, из больших, не знаю, стремятся куда-нибудь в Москву. И это неправильно. Это так не должно быть. Проблема отсутствия возможностей вы имеете в виду? Конечно. Ну, конечно. И вот это ощущение неравенства у кого-то есть, а у тебя их нет. Учитель может заработать. Даже одинаковая профессия. Разница в зарплате может быть раза в два в разных регионах. При том, что более или менее одинаковый уровень цен. Почему так? Почему разная зарплата у учителей, у врачей? Почему нет рабочих мест? Почему очень медленно создаются новые предприятия? Вот по поводу стратегии пространственного развития. Там ведь акцент делается на больших городах, на мегаполисах, на агломерациях. И говорят теперь на селе, в райцентрах не нужны рабочие руки. Ну, как же так не нужны? У нас сельское хозяйство недостроено. У нас много производится зерна, конечной продукции. Зерна, курятины, свинины. Но только если чего не хватишься в цепочке производственной, у нас почти ничего нет. Машиностроение, почти все импорт. По удобрениям нормально, по пестицидам нет. Значит, логистических центров нет. Если говорить про юг, мало логистических центров. Даже элеваторов недостаточно. Если начать работать по всем звеньям производственной цепочки сельского хозяйства, то и рабочие места появятся. И окажется, что люди не лишние. Окажется, что там тоже можно жить и деньги зарабатывать. И социальная сфера появится. Надо относиться деликатно к тем людям, которые живут на территории страны. Надо пытаться им, для них сделать жизнь так, чтобы у них и смысл появился, и заработок появился, и перспектива появилась. Я это имею в виду, когда говорю о моральном основании экономической и любой другой политики. Как раз эта часть самарской стратегии, которая тоже очень большая сессия была посвящена этому, потому что село, райцентр и город, они не должны по возможностям отличаться. Это я уже такое маленькое отступление. Я хочу еще один вопрос задать. Та стратегия, которая создается, она называется стратегия лидерства. То есть она подразумевает, что регион должен научиться привлекать больше ресурсов, решать более какие-то глобальные задачи, может быть, где-то вырваться вперед остальных. Вот вы, как человек, для которого интересы всех регионов, скажем так, равновеликие, как вы расцениваете вот такую задачу, которую поставили перед собой самарцы? Ну, а как вот, понимаете, вот если спортсмен приходит на соревнования, я не футболистов наших имею в виду, ну, других спортсменов, и говорит, вы знаете, меня бы седьмое место устроил. Ну, это же смешно, если ты хочешь, ну, надо же все время стремиться к первому месту. Это футболисты, ладно, пусть. Команды. За там пятое, восьмое место заслуженных мастеров спорта. Ладно, это действительно колоссальный успех. Но вообще-то надо стремиться быть первым. И это, опять, это же очень правильно, что заявлено, мы хотим стать лидерами. В основании это есть, я понимаю, что есть регионы в тяжелом географическом положении, Тыва, там, скажем, она на Атшибе, там даже железной дороги нет. Есть такие регионы. А Самарская область, это одна из лучших областей по потенциалу в России. И, конечно, это радоваться надо, что новое руководство заявляет о том, что надо сделать регион лидером. Это, не знаю, будет ли Самара через 10-20 лет лидером, но если не заявлять об этом, то точно лидером не будешь. Спасибо большое. У нас в студии был секретарь общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. Спасибо вам. Спасибо.